Всем привет! В эфире канал УТС. Мировые новости с обзором последних событий из разных уголков мира. Вас познакомлю я, Ксения Петренко. Смотрите в этом выпуске. В Конго ищут жертв трагедии, произошедшей на полноводной реке. Столкнулись две лобки с десятками пассажиров на борту. Бортпроводники 20 с лишним авиакомпаний провели пикеты в США. Они просили побольше денег и поменьше зрелищ. Острый дефицит какао-бобов может привести к росту цен на сырье для изготовления шоколада, как кризис уже отразился на любителях сладкого. Трагедия на народном празднике в Индии, массовое убийство в США и гибель в реке в Конго. Подробности уже через пару секунд. Выпуск «Мирах новостей» открывает информацию о трагедии, произошедшей во время народных гуляний в Индии. Инцидент попал на видео смартфонов очевидцев. На кадрах запечатлено, как люди несут некую конструкцию высотой около 10 метров, имеющую отношение к празднику. Но не рассчитали габариты и зацепили высоковольтные провода. В результате произошел удар током, от которого погибли двое и еще около полусотни человек оказались ранены. В обстоятельствах произошедствия разбираются местные правоохранители. Два человека арестованы по подозрению в массовом убийстве, которое произошло на юго-западе Лос-Анджелеса. На счету злоумышленников четыре жертвы, в том числе и 14-летний подросток. Свои злодеяния преступники совершили в течение пары часов в разных местах города. Они открыли беспорядочную стрельбу в общественных местах, в том числе в парке. Вычислить стрелявших удалось по номеру автомобиля, на котором они передвигались. Ими оказались 20 из 42-летних местных жителей. Чтобы отпустить их из тюрьмы на время следствия, штат попросил залог в 2,8 миллионов долларов соответственно. В Конго ищут жертв столкновения двух лодок на полноводной реке. Судно, буквально набитое, пассажирами моментально отправились ко дну. На видео очевидцев запечатлены первые минуты трагедии. В частности, как одна лодка ушла кормой под воду, и несчастные пассажиры, в числе которых и взрослые, и дети, отчаянно пытаются спастись. Точное число жертв пока не сообщается. Аналогичная трагедия произошла в республике в мае прошлого года. Тогда погибли 49 человек. Непогода вмешалась в планы индонезийцев в очередной раз. Если в декабре из-за наводнений и оползней они не могли встретить новогодние праздники, то сейчас под угрозой выборы. На севере страны в очередной раз стихийное бедствие. Сильнее всего непогода разгулялась в регионе Демак. Под водой оказались десятки домов и зданий. В зоне наводнения 20 тысяч человек. Вода преодолела все опасные отметки, задержавшись пока на уровне в 3 метра. Из-за этого в пострадавших регионах приостановили выборы президента и парламента. Тем временем в Сенегале также перенесли выборы президента, но причина не непогода. Это подтолкнуло местную оппозицию спровоцировать массовые протесты. Для того, чтобы разогнать демонстрантов, на улице стянуты не только полицейские, но и военные. И демонстрации переросли в стычки с силовиками, есть жертвы. Правда, точных данных никто не называет. Даже в Белом доме уже обеспокоены ситуации и рекомендуют президенту Сенегала пересмотреть решение о переносе выборов. Между тем, волна протестов фермеров докатилась и до Индии. На массовую акцию накануне в Дели вышли тысячи человек. Они таким образом намеревались добиться новых мер поддержки сельского хозяйства. А именно, установление для всех сельхозпродукции минимальной цены, ниже которой ее нельзя будет продавать. Но власти усилили меры безопасности и начали применять слезоточивый газ и дроны. В некоторых районах отключили электричество и интернет. Революционные настроения вновь пробуждаются в США. Бортпроводники ряда авиакомпаний провели пикеты возле трех десятков аэропортов страны. Основная цель – требование повысить зарплаты. К демонстрациям подключились члены экипажей 24 авиакомпаний, включая Alaska Air, Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines. Подтолкнула их к этому профессиональная ассоциация, поскольку профсоюзы на протяжении последних двух лет выступали за рост жалования и пилотов, и стюардесс, а также за улучшение графика, новые льготы и другие преференции. Но в отличие от бортпроводников, пилоты крупнейших авиакомпаний заключили новые трудовые соглашения на хороших условиях. Председатель КНР Си Циньпин выразил уверенность в дальнейшем устойчивом развитии китайско-российских отношений. Об этом он рассказал прессе Поднебесной после общения с президентом России Владимиром Путиным. Разговор был посвящен 75-летнему юбилею партнерских взаимоотношений двух стран. Китайский лидер отметил, что несмотря на сложные геополитические процессы по всему миру, за последние годы сотрудничество двух стран активизировалось и несет созидательный характер. В итоге Си Циньпин и Владимир Путин выразили уверенность в том, что две страны будут продолжать укреплять взаимное доверие, расширять сотрудничество и передавать дружбу из поколения в поколение. Кроме того, в 2024-2025 годах страны проведут большое количество мероприятий по культурному обмену в рамках Года культуры КНР и РФ. Мир столкнулся с шоколадным кризисом, поскольку цены на сырье ставят рекорды. Какао-бобы уже стали дефицитным товаром и стоят в разы дороже барреля нефти. Смотрите подробности. Какао-бобы становятся все более дефицитным товаром. Их стоимость поднялась до исторического максимума. И это плохая новость для любителей шоколада по всему миру. Фьючерсы на эталонное какао на бирже в Нью-Йорке стоят почти 5900 долларов США за тонну. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году. Цены подскочили, поскольку из-за плохого урожая запасы какао истощаются. Ожидается, что в Гане, втором в мире крупнейшем производителе какао, объём производства в лучшем случае достигнет полумиллиона тонн. Это будет на 150 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Есть опасения в отношении урожая в ведущем мировом производителе какао-бобов Кот-де-Вуаре. Как показывают опросы, общий мировой дефицит составит 375 тысяч тонн. Компании, которые производят шоколад, с трудом находят поставщиков. Покупателям также всё сложнее купить качественные шоколадные изделия. Так, в конце января цены на шоколад в США выросли на 11%. Крупные компании уже сообщают о спаде продаж. При этом дефицит какао-бобов, как ожидается, будет и в следующем году. Миграционный кризис, с которым столкнулись в США, привёл министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса к импичменту. Отмечается, что он стал первым за полтора века чиновником Кабмина, которому палата представителей объявила импичмент. Правда, это решение не окончательное. И всё может завершиться в пользу министра, поскольку впереди процесс в Сенате. А там за демократами большинство. Примечательно, что сам Майоркас, латиноамериканец и проблема с нелегальной миграцией у штатов именно оттуда. Говорят, что цены на апельсиновый сок на бирже обновляют исторический максимум. Однако это не мешает итальянцам устроить битву этими цитрусовыми. Это настоящая традиция. С места сражения мои коллеги. В поле битвы превратился итальянский городок Иврея. Увернуться не получится. Тысячи людей без устали забрасывают друг друга оранжевыми цитрусами. Здесь проходит традиционная битва апельсинами. Участники сражения делятся на девять команд. Те, кто изображает стражников, едут на повозках и бросают апельсины в тех, кто внизу. Битва продолжается три дня. Я участвую в битве апельсинами с 17 лет. Это даёт очень мощный заряд. Это способ снять напряжение. Фестиваль привлекает много людей, и это хорошо. Это отличный способ забыть обо всём на три дня. Атмосфера на площади потрясающая. Каждый должен испытать это хоть раз в жизни. Когда воскресным утром чувствуешь запах апельсинов после того, как проработал целый год, этот резкий аромат кажется поэзией. Есть разные версии появления фестиваля. Согласно одной легенде, в средние века бедняки выбрасывали на улицу фасоль. Так выражали недовольство своим герцогам. В XIX веке во время карнавала фасоль заменили апельсинами. Другая легенда гласит, что лет 800 назад дочь мельника Виолетта отказала герцогу, который хотел провести с ней ночь. Девушка отрезала ему голову, а мятежники спасли Виолетту от стражи герцога. Теперь апельсины символизируют голову злого правителя. Кстати, цитрусовые привозят на фестиваль из Сицилии. Каждый год в сражении гибнут 500 тонн апельсинов. Самую высокую копию Эйфелевой башни в мире, созданную из спичек, внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Работал над творением француз Ричард Плотт. Он потратил несколько лет, а также 706 тысяч спичек. Но изначально редакция Книги рекордов отказывалась засчитать результат француза и дисквалифицировала работу. Дело в том, что он деформировал спички, отрезав у них воспламеняющиеся головки. Однако, как только об этом узнали СМИ, организаторы пересмотрели свое решение, сочли, что были слишком строги к французу и засчитали его семиметровое творение за рекорд. А после выпустили заявление, согласно которому строителям разрешат использовать нестандартные спички или придадут им необходимую форму. На этом у меня все новости. Желаю вам хорошего настроения. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и Telegram каналах. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»